Продолжение следует... Мы убираем основную нить из нитеводителя и подводим каретку к самому краю полотна, чтобы нитеводитель у нас находился за краем игольницы. Двигаем каретку за край игольницы, для того, чтобы была возможность крючком подцепить нить и продеть ее в нитеводитель. Если посмотреть на каретку снизу, у нас есть отверстие. Вот она круглая сюда, она составляется нить. И наклонив немножко каретку, мы видим отверстие немножко сбоку. Вот в это отверстие мы с вами и заправляем петлю-уловитель, чтобы вытянуть ниточку. Итак, беру платинговую нить, крючком петлю-уловителя заправляю ее в то отверстие, которое я вам показывала, и закрепляю ее в зажиме, либо каким-то другим предметом. Я закрепляю и зажимом, и скрепкой. Далее ставим на место рабочую нить и закрываем нитеводитель. Таким образом у нас в одном нитеводителе две нити, рабочая и платинговая. Учитывайте, что платинговая нить у нас будет находиться с левой стороны, то есть мы будем ее видеть при провязывании полотна. Никаких дополнительных настроек в каретке нет. Единственный нюанс, еще раз повторю, толщина нити не должна превышать возможности вашей машинки. Клотность ставьте рыхлее. И плюс к этому предупреждаю, краешки полотна должны быть оттянуты. Аккуратно. Раз. Два. Самое главное не делать это резко и быстро. Аккуратно смотрите, чтобы машина успевала провязать и не пропускала петли. Вот наше полотно. Ровно, аккуратно. С одной стороны белое полотно, с другой голубое. Если для вязания в качестве платинговой нити взять обычную катушечную нить, то полотно будет выглядеть как будто бы немножко припудренным. И при этом гораздо мягче, чем две равнозначные нити. При таком методе вязания обязательно надо учитывать, что если мы берем два типа нити одной толщины, полотно может быть толстым и грубым. Поэтому для того, чтобы немножко облегчить вязание, берите вторую нить тоненько. Вот я взяла катушку. Смотрите, какой приятный эффект. Качество полотна практически не пострадало. Оно как было мягким, так мягким и осталось. Та часть, которая у меня связана с толстой пряжей, очень грубая и неподатливая. И если вы хотите связать что-нибудь нежное и мягкое, оно таким не получится, будет стоять колом. Поэтому для провязывания платингом выбирайте пряжу очень тонкую. Если вам это видео понравилось, если оно было для вас полезным, нажмите нравится, поделитесь с друзьями, подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на наши бесплатные вязальные посиделки. И до встречи в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля.